Такой журналист должен быть хорошо образован. Он должен иметь базовые знания о политике, о экономике. Потому что человек, который не понимает, как устроено государство, как работают, например, государственные институты, им очень сложно будет проанализировать, что же происходит с бюджетными деньгами в стране, как они распределяются, правильно ли они распределяются, как они используются. Это тоже касается других, разработки других проблем. Поэтому, наверное, это комплексно, очень такое высокое требование от человека, который хочет заниматься аналитикой. Когда журналист долгое время занимается одной темой, у него формируется сеть контактов. Это тоже важно для того, чтобы потом можно было собирать, иметь своих информаторов, сеть информаторов формировать. Также журналист, который уже много лет занимается одной проблематикой в одной сфере, он видит тенденции, он может сравнить, что было год назад, два года назад. Для этого ему не надо, скажем так, перелопачивать большое количество информации. То есть он это помнит, поскольку он сам отслеживает все процессы в этой теме много лет. И поэтому вот эта специализация, мне кажется, она очень важна для тех, кто занимается аналитикой. Мне кажется, что для журналистов это тоже важно. Это всегда сложно, потому что журналист работает, он видит всю несправедливость, которая есть в обществе, он как бы обострённо это чувствует, ему очень сложно от этого отстраниться. Но надо понимать для себя, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно иметь ясный ум, логически мыслить, и тогда это всегда поможет. Потому что, например, оппоненты, условно говоря, это может быть власть, это может быть какие-то корпорации, которые что-то нарушают, они ведь не с эмоциями работают, они будут от вас требовать аргументов. А аргументы — это всегда, когда вы отстранены, вы можете предоставить более чёткие аргументы и доказательства. Если мы хотим вот этого прогресса, мы хотим движения вперёд, а не назад, кто-то должен говорить правду, кто-то должен вскрывать нарывы, которые образовались в наших обществах, вскрывать проблемы. И это задача журналиста. Когда люди недополучают важной информации, им сложно принимать решения в какие-то критические периоды или важные периоды для страны. Даже во время выборов. Если люди не понимают, какие политические процессы в стране происходят, как они сделают свой выбор, когда они приходят голосовать? Это же важно. Важно. Мы должны думать о том, что мы можем и сформировать свою аудиторию, предлагая ей определённый контент, подтянуть её где-то. Ведь журналисты всегда идут на шаг впереди. Они должны так делать. Они не должны отставать. Они не должны бежать где-то там за обществом. они должны идти на шаг впереди для того, чтобы опять-таки обеспечивать этот процесс развития. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok